Всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, и вы на моем канале про моду шоппинг и модные путешествия. Друзья, всем привет! Сегодня начинаем обзор из масс-маркета, и сейчас я нахожусь в H&M. Посмотрим, что приехало, новиночки уже все здесь. Надеюсь, собрать для вас интересные образы и рассказать про новинки более подробно, что к чему и как носим. Не переключайтесь! Итак, друзья, первый образ. Я бы назвала это, идем от простого к сложному, мой гид по трендам. Я надеюсь, что вы уже посмотрели основное видео, самые носибельные тренды и видео про самые актуальные цвета этого сезона. Дальше будут еще другие видео, посвященные актуальным фасонам, но уже постепенно мы входим в новый сезон, и я хочу сделать видео актуальное, по актуальным фасонам, не обязательно трендам, именно по актуальным, потому что сейчас является современным. Например, на мне топ размер S, здесь вискоза, 97% вискозы, суперактуальный фасон, обычный трикотажный, с пуговками, это у нас здесь наследие 2000-х годов. Вот такого типа топа сейчас суперактуальный. Этот, например, невероятно универсальный, его можно носить совершенно с чем угодно, и с джинсами, и с юбками, с любого типа брюками. Смотрите, чтобы подходила вам. Мини-юбка тоже актуальный вариант, актуальный фасон. Конечно же, сейчас наиболее актуальны микро-мини-юбки, но нужно тоже соотносить свои возможности, своими желаниями. Я обратила просто внимание на эту юбку, она актуальному фасону, такой а-силуэт, просто черный, минималистичный. Универсальный солдат любого гардероба, будет классно смотреть, очень приятная ткань. Носим с лоферами, с носочками, носочков нет, но я бы видела это именно с носочками, этот комплект был бы полностью завершен. Посмотрите, такой достаточно простой, минималистичный комплект вышел, но все состоит из актуальных частей. Низ актуальные сейчас лоферы, дальше юбка современного фасона, и суперактуальный топ, который сейчас в тренде. Все вместе, очень просто, но выглядит современно. И идем дальше. Следующий образ, идем с вами на усложнение. Здесь яркий, актуальный синий цвет, как раз цвет сезона. Так, конкретно ее я вам не рекомендую, потому что это чистая синтетика, либо нужно пододевать что-то из натуральных тканей, чтобы было комфортно. Но здесь сама идея образа заложена, просто показать вам актуальное сочетание на этот сезон. Кстати, друзья, если я не проговариваю размеры, все вы увидите в описании к этому видео, размеры, номера артикулов, то, чтобы вы могли найти вещи в интернете и заказать их, если захотите. Иногда вещи не находятся в интернете, это значит, что их онлайн нет, поэтому этого я не могу узнать заранее, поэтому, к сожалению, уже заранее извините. Жакеты черные, жакеты мужского кроя, оверсайз фасона. Супер актуальный элемент образов весь этот год, начиная с показов на весну-лето, заканчивая показами этого сезона. Этот элемент все еще остается просто мега актуальным. Про синий цвет я уже сказала, мини-юбка все та же, на манеже все те же, и смотрите, лоферы те же самые остаются. Смотрится здорово, мне кажется, можно было бы подержать тоже носочками с небольшим синим элементом, либо с синими носками, либо, например, синим беретом. Вот было бы классно, если бы еще вот здесь был синий, такой же синий, вот с этой берет. То есть у нас получился бы такой супер микс классики со спортивным, и это было бы супер актуально. Все, друзья, тоже очень просто, выглядит современно, выглядит классно, актуально. Так, друзья, еще один образ с этой юбкой. Ну, как вы знаете, я люблю капсульные гардеробы, чтобы вещь работала во многих образах, и здесь она тоже работает, эта юбка. Так, обрежу себе немного голову, чтобы вам показать полностью весь образ. Челси носим, они по-прежнему остаются актуальными, также являются одной из основных видов обуви на этот сезон, в такого формата тоже. В H&M выбирайте сами, носить вам или не носить, потому что здесь все-таки синтетика, здесь ненатуральная кожа, это уже каждый решает сам для себя. Но именно вот подобного типа модель просто супер актуальна, выглядит она, кстати, очень классно. И мне прямо тоже начинает нравиться вам найти такие же кожаные. Итак, юбка все та же, дальше жилет. Сопроводила это все вот таким интересным кардиганом с гипертрофированным длинным рукавом. Если мы говорим про тренды на трикотаж, тренды на топы, вот такого типа рукава тоже являются супер актуальными. Сам кардиган тоже супер классный, он просто идет на пуговках. Пуговки какие-то такие фантазийные, интересные. Вот они, так они сделаны. Но мне хочется все равно, чтобы видно было в образе только рукава, все остальное было вертикально, черное. Мне кажется, смотрится очень классно, супер стильно, однозначно стильно. Сопроводила все водолазкой. Если вы опять-таки посмотрели мое видео про самые носибильные тренды, вы там увидели информацию про то, что водолазки являются сейчас одним из самых актуальных элементов в образах. Во многих показах водолазки присутствовали просто постоянно и везде, под рубашки, как мы помним, это уже тоже не новая история. Везде-везде-везде с жакетами, с блузами, просто водолазка с юбкой в простых образах. То есть водолазка это must-have этого сезона. Очень простой элемент, который легко купить, легко носить. И вот смотрите, как мы интегрируем в современный образ водолазку сейчас. Мини, кардиган, жилет актуальный. И вот она водолазочка здесь чуть-чуть выглядывает. Ну я не говорю про рукава, рукава, конечно, тоже выглядывают, если вот... Сейчас я здесь так спрячу и не будут выглядывать. Кардиган синтетика. Я сначала даже не хотела его убрать, вам показывать, но потом подумала, окей, я надену внутрь натуральный состав этого водолазка из хлопка. У меня такого типа есть боди, это, кстати, тоже боди. Хорошо носится, очень приятно к телу, просто супер, она достаточно тонкая. Рекомендую база, такая на сезон, просто отлично. И вот как раз-таки под синтетику надевать, чтобы было более-менее комфортно, будет смотреться классно. Вот такой образ, долго про него уже рассказываю. Жилет, кстати, очень классный. На мне M размер, я уже про это сказала. Настоятельно рекомендую, как жилет, как кардиган, водолазскую юбку. В общем, все в этом комплекте рекомендую. За исключением, наверное, началось это, что все-таки не кожаная обувь. Это такая очень специфическая вещь. Не знаю, как в H&M, кстати, носится не кожа. Кожа знаю, а не кожа не знаю. Если кто-то носит не кожаную обувь из H&M, напишите, пожалуйста, как вам, как долго наносится, как в использовании себя ведет. Будет интересно, думаю, не только мне. Так, друзья, а это уже как раз-таки начинка у нас. Все та же самая черная водолазка, черная мини-юбка. И я поменяла Chelsea на лоферы. А здесь уже наверху из натуральной шерсти 80% натуральный состав, 40% махера, 40% шерсти. И это, наверное, скорее всего, это премиум линейка. Удивительно, что этот кардиган у нас в доступном виде, потому что обычно премиум линейки только онлайн. Смотрите, здесь очень классный широкий рукав очень. И сам по себе этот кардиган очень уютный. Он немного колется, все-таки колется для тех, для кого это актуально. На мне размер L специально побольше. Я люблю, когда кардиганы такие крупные, да, особенно когда он, в принципе, идет не в обтяжку, а такой свободного прилегания. Я предпочитаю брать на барочку размеров побольше, чтобы он был вообще еще больше. И как раз мне нравится, как он оставляет небольшое пространство для юбки. Здесь, кстати, можно было бы надеть кардиган вообще XL. Посмотреть, может быть, он полностью бы закрыл юбку или было бы вот так. Тоже было бы классно, на мой взгляд. В общем, кардиган настоятельно рекомендую тем, кто ищет что-то подобное. Здесь интересная такая расцветка, принт абстрактный, черно-белый. И опять-таки для зимы вот эта супер теплая вещь, мне кажется, просто незаменима. Люблю, кстати, натуральные шерстяные свитера из H&M. Они хорошо носятся, хорошо стираются и очень хорошо себя ведут вообще в жизни и в образах. Вот такой, тоже незамысловатый, простой, но тоже актуальный образ. Мы помним, что у нас гид по трендам. Вот такого типа кардигана, они тоже очень актуальны. Длинный рукав должен быть обязательно. Последние тенденции идут на то, чтобы рукав был широкий, длинный. По типу, сам по себе этот кардиган как раз-таки сейчас в тренде. Ну и про водолоску я вам уже все рассказала и про все остальное тоже все рассказала. И последний, обещаю последний образ этой юбкой, но никак мне от нее не отстать. Мне кажется, это хорошая очень находка, супер универсальная вещь. И жалко просто ее не использовать для образов, потому что, как видите, она вписывается в большинство образов просто великолепно. И будет, как я сказала в самом начале, будет отличной рабочей лошадкой для ваших комплектов повседневных. И, кстати, не только повседневных. Итак, ну здесь вы все сами видите. Здесь полосочку мы носим в этом сезоне. Она также по-прежнему актуальна в разных вариантах, в разных типах вязанных изделий, с любым типом воротника. И здесь, кстати, очень такой простой достаточно свитер. Смотрится в жизни он классно. Не знаю, на камере посмотрю потом при монтаже, но вот конкретно сейчас в жизни он смотрится просто супер классно. Здесь идет состав холопок с акрилом. Ну, нормально, в принципе. Длинный, опять-таки, рукав. Здесь идут разрезники небольшие, вот они. И можно всячески его заправлять. В принципе, его можно так чуть-чуть, да, переднюю часть задрепировать, если вам надо. Например, с брюками можно его носить. Задняя часть будет висеть в свободном полете. Ну, вот такой тоже очень простой свитер, который классно выглядит, который будет также спасать ваши образы. Дополняем стильными сумками, аксессуарами, и вы уже топ. Все, друзья, вот такой тоже простой, еще раз говорю. Но стильный и актуальный образ вышел с двумя очень простыми и, кстати, со всеми дорогими вещами. И еще один актуальный образ, актуальный по трендам. Здесь яркий красный цвет. Вы знаете, да, что красный, как и тот синий со спортивного топа, это самые актуальные цвета этого сезона. Такие яркие, сочные. Помимо того, вот такого типа топы тоже, трикотажные изделия тоже являются актуальными. Вот вы посмотрели уже в этом видео, мне кажется, порядок, да, 5-6 топов разных, и все они актуальны. Как вы видите, много разных вариантов, которые подойдут, мне кажется, многим людям. То есть, каждый может для себя что-то найти интересное, что-то более женственное, открытое, как этот, что-то более теплое, такое козье, как, например, кардиган. Ну, то есть, вариантов много. Мне кажется, трикотаж, как один из основных материалов сейчас как раз в тренде, и поэтому тоже можно экспериментировать с абсолютно любыми трикотажными изделиями. Но вот здесь конкретно тоже идет актуальный, интересный вырез такого типа выреза, как на платьях, так и на топах. Очень часто встречались тоже на показах, поэтому, друзья, обращаем внимание. Плюс красный цвет, плюс рикотаж, все, сложилось, да, это у нас идет актуальный трендовый топ. Дальше брюки мужского кроя, брюки с защипами. По-прежнему носим, видят они классно, на мне 38 размер, в талии они мне велики. Я их застегнула первый крючок на второй, по идее они могут быть шире, поэтому, девочки, смотрите, брюки. Обычно в H&M брюки или джинсы маломерят, на мой взгляд. Эти же идут размер в размер, вот 38, и посмотрите, здесь еще 2 сантиметра в талии, и они мне велики, вот эти 2 сантиметра. Все, больше не буду про это рассказывать. В общем, по размеру они вот такие, сидят они классно. Такие брюки-бананы даже, можно сказать, потому что они идут, чуть-чуть завершаются к низу. Но это супер актуальная, супер трендовая модель. Если носим, вот здесь мне везу лоферы, могли бы быть там и более классические лоферы, не с толстой подошвой, как здесь, а именно такие классические, с квадратным мысом. Было бы вообще, было бы классно. И, кстати, друзья, подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. Вот он здесь, вот здесь он показан. И также на мой телеграм-канал. Мои друзья в телеграм-канале эти образы уже увидели недели раньше, потому что я... Ну, не все, конечно, я сохраняю интригу, но многое из того, что я делаю в видео, я чуть-чуть пораньше публикую в телеграме. И там другая тоже информация про моду, про мою жизнь. Поэтому подписывайтесь на эти оба источника, а также информация, если вам интересно. Буду рада вашим новым подписчикам, буду рада новым друзьям, не только в YouTube. На YouTube, конечно же, тоже подписывайтесь, если вы еще не подписались. Я знаю, что многие из вас смотрят мои видео без подписки. Друзья, я была бы очень вам благодарна, если бы вы это делали с подпиской, потому что канал будет тогда быстрее развиваться, большее количество людей сможет увидеть мои обзоры. Надеюсь, что, если они вам полезны и вам нравятся, чтобы другим людям они тоже понравились и были полезными. Все, друзья, вот такая пятинутка саморекламы. Сам себе при нем не прорекламируешь, никто не прорекламирует, поэтому мы продолжаем. Друзья, я кое-что нашла, я так рада показать вам, потому что это тоже большая редкость. К нам в Цюрек завезли премиум издание, премиум коллекцию обуви, и это сапоги кожаные. Сейчас я вам поближе их покажу. Удобные, размер в размер. Для меня 38 размер, это натуральная кожа и устойчивый каблук. Достаточно актуальные сапоги, то есть классика, это большая классика. Базовая абсолютно модель. Но посмотрите, как они сидят. Вот у меня рост 164. Они идут ровно по коленку, смотрятся не очень красиво, на мой взгляд. Сюда нужны либо черные колготки, они бы все вытянули, это точно, с колготками нормально. Либо мы берем более длинные юбки, миди, и закрываем. Тогда будет просто перфект. Вот они так классно смотрятся, очень классно, на мой взгляд. Мне кажется, что если вы рассматриваете покупку сапог из натуральной кожи в H&M, эти точно можно рассмотреть в том числе. Я супер рада с вами поделиться этой находкой. Потому что многие не рискуют, они стоят не так дешево, и многие не рискуют заказывать онлайн. Но выглядят они достойно, выглядят они неплохо. Посмотрите, так уже выглядит намного лучше образ. С лоферами. Тут же добавлю опять-таки носочки берем. Либо без носочков тоже нормально, без носочков смотрится тоже неплохо. Что здесь? Здесь у нас костюмчик по тканям. Я бы вам не рекомендовала его брать. Просто мне понравилась идея сочетания. Может быть, вас это вдохновит тоже на что-то. Может быть, вы даже купите этот костюм, если вам все окей с точки зрения состава. Такие комплекты, жакет и юбка часто из твида, либо под шерсть, либо из лаковой кожи. И в принципе из кожи до сих пор актуальные элементы в образах. В том числе и на подиумах я очень много их видела. Продолжаем носить. Это тоже тренд. Я совместила этот жакет, как вы видите, со спортивным свитером. Вот он, такой спортивный Харвард. Как будто бы я оттуда... Мне кажется, это неплохая идея. Снизить в целом такую классичность клетки и самого жакета. И опять-таки, если мы носим с лоферами, то есть, чтобы это не превратилось все совсем с таким вот налетом классики-классики, захотелось именно такой спортивный свитер. Тоже нравится его длина. Как и в прошлый раз, помните, тоже синий свитер был длинный достаточно. Но вам, если вы хотите, вы можете его чуть-чуть потянуть, вы можете его даже чуть-чуть заправить, чтобы он был коротким. И поиграть с пропорциями тоже. И также его можно, конечно же, надевать обычными водолазками, с обычными топами. В целом, костюм сам по себе актуален как комплект, как идея. Но мне захотелось вам показать именно то, как он смотрится за спортивным свитером. И вот я еще этот жакет делаю по классическому фасону. Вполне классический получился образ. Ничего абсолютно сверхъестественного. Жакеты с водолазками – это также очень актуальная комбинация на этот сезон. Носим именно жакеты. Пальто либо со свитерами с высоким горлом, либо с водолазками. Это является суперактуальным сочетанием на этот сезон. Казалось бы, это такая простота. Береты тоже тренд сезона. Нашелся только этот берет. К сожалению, он там с надписью. Я специально повернула в обратную сторону, чтобы он выглядел более классическим образом. И вниз надела тоже брюки. Тоже это актуальный фасон на этот сезон. Немного расклешенные, лаконичные брюки, без деталей. К сожалению, тянет видеть защиту от обуви. Обувь, кстати, тоже суперактуальная на платформе. Где-то это все элегантно, достаточно стильно. Почему бы нет? Для тех, кто любит больше классику. Так, друзья, захотелось немного похулиганить. Вот получился такой образ. Тоже стильный, современный. Я бы здесь добавила, например, сумку в таком же марковном, в ярко-красном цвете. Это моя водолазка. Не помню уже откуда она из H&M, либо из манго. Она отлично подошла под принт. Под принт жакета. Клетка с леопардом. Смотрится очень ярко, смело и тоже суперактуально. И те же самые брюки, но на данный момент они с лоферами. Посмотрите, как они тоже здорово смотрятся с лоферами. Даже несмотря на то, что они длинные, я бы их только на один сантиметр буквально укоротила. Потому что он чуть-чуть свисает. Вот так я бы сделала, чтобы он не совсем до пола. Но в то же время очень длинный, чтобы они красиво так струятся. Хорошо очень ложатся на лоферы. Поэтому я бы длину чуть-чуть совсем убрала. Не стала бы сильно уворачивать. Жакет по-прежнему смотрится классно. Особенно в сочетании именно с леопардовым принтом. Как я вам сказала, смотрится уже что-то такое необычное. И здесь мог бы быть, кстати, берет тоже. Только берета здесь не было в таком цвете. Но захотелось добавить такой яркий, сочный акцент в образ. Так, друзья, не знаю, что у меня на голове после примерок бесконечного количества водолазок и билетов. Но прошу понять, простить. Это вам не шутки. Туда-сюда надеть миллион разных вещей и показать это все. Еще один актуальный современный образ. Мы с вами продолжаем наш гид по трендам. Карго мы носим. Кстати, летом я посмотрела уже показы, которые в наличии. В том числе из недели моды Кобенгагена. И они до сих пор являются актуальными. Поэтому мы про них еще поговорим с вами в видео про тренды. Которые будут следовать этому видео. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. Поговорим про них. Посмотрим еще подробнее, как их носят. Но вот карго в этом сезоне до сих пор актуально. Такой же, можно сказать, не то чтобы базовый. Но мне кажется, уже вещь, которую у многих. То есть это не супертренд. Не самый актуальный тренд. Но, тем не менее, это тот вид одежды, который является актуальным. Современным сейчас. И носим, носим, да. Жилет не смогла удержаться. Показала вам уже черную версию. Но, друзья, мне кажется, зеленая смотрится еще лучше. Здесь, конечно, все очень индивидуально. В зависимости от того, какие вы любите цветовые сочетания. Здесь здорово, что можно... Видите, здесь есть кулиска. Вот она, кулиска. И можно сделать этот жилет таким кругленьким. Таким маленьким кругленьким. На мне размер S. И вы видите, какая разница, да? Смотрится совсем по-другому. В отличие от M черного. Ну, в общем, жилет, я вам скажу, просто супер. Настоятельная рекомендация. Жилет из этого тоже актуальный вид одежды. Это тренд для верхней одежды. И смотрим внутри топ. Не могу сказать, что это супер, что-то сверхъестественное. У нас остается тренд на вырезы в одежде. Вот он, этот вырез. Здесь просто лонгслив с длинными рукавами, хлопок. Выглядит он, я могу сказать, достаточно дешево. Мне кажется, он и стоит достаточно дешево. Но это в целом для того, чтобы просто продемонстрировать вам цветовое сочетание и комплект в целом. Те же самые ботильоны на каблуке и на платформе. Сейчас как раз таки мы наносим на каблуке карго именно с женственной обувью. Такое сочетание приветствуется. Мне кажется, здесь еще не хватает просто какой-то сумочки стиля Баленсиака, такого спортивного стиля, чтобы дополнить образ. Было бы просто вау. Кстати, я не прокомментировала размер. На мне сороковой размер этих джинсов. Я уже, кстати, вам показывала эту модель, кто со мной уже давно. Но в этом сезоне я вам показывала синие такие. Они очень похожи. Деним, мне кажется, просто чуть-чуть поплотнее, чем у синих. Ну, чуть-чуть совсем. Он по-прежнему не самый жесткий, такой средней плотности. И в талии они не велики. Здесь, конечно же, нужно либо их ушивать под себя вот так, чтобы они сидели либо с ремешком, тогда будет лучше. Либо, если обувь позволяет, и, например, вы хотите, можно чуть-чуть попробовать сделать пониже посадку. Тогда тоже будет смотреться достаточно актуально. Друзья, это последний образ на сегодня. Можно выдохнуть. Мне, во всяком случае. Я уже провела два часа, два часа в очиндеме. Смотрите, здесь речь идет о топах в виде корсетов. Корсет — это важная тоже деталь наших образов, если мы хотим быть в тренде. И корсеты могут быть абсолютно разные, как именно корсеты-корсеты, так и любые интерпретации, намеки, стилизация под корсет и так далее. Здесь топ размер М. Я смотрю, что можно было взять С тоже. Здесь есть место, и сзади идет, кстати, резинка, поэтому можно варьировать. Но по плечам, по посадке на плечах, я бы хотела, чтобы было более плотно. Они немного свисают, чтобы все держалось именно на плечах. Вся эта конструкция. Кстати, этот корсетик, он неплохой. Он, правда, из синтетики сделан. Но в целом, кстати, корсеты мы также носим на что-то. То есть можно ту же самую пресловутую водолазку взять, либо рубашку, и так дан этот корсет сверху. И такие конструкции тоже встречались. Можно, например, что-то полупрозрачное сюда, и чтобы выходило, например, валанами здесь. То есть брюками карга тоже смотрится классно. Напоминаю, что хотелось бы брюки ушить, чтобы не было тут разницы. Было бы вот так. Супер секси комплект получается, да? Смотрите, как оп-оп-оп. В нужном месте тут оголились, но все остается прикрытым, но смотрится, правда, супер секси. И корсет сам тоже по себе достаточно, я бы сказала, такой не супер вульгарный. То есть корсет у нас может быть перейти грань вульгарности и дешевизны. Вот не хотелось бы вот в эту грань уходить. Этот корсет позволяет нам это. Так, друзья, ну мне кажется, смотрится неплохо. Теперь включаем визуализацию, включаем вашу фантазию, и представляем, что внизу у меня не сапоги по колено, а сапоги чулки, сапоги ботфорты. Вот такое сочетание было бы просто мега актуальным. Немного на грани тоже, но достаточно секси-фекси. Опять-таки, если бы сапоги были повыше, было бы просто супер. И вот так, вот такое сочетание с юбкой, как вы видите, тоже смотрится неплохо. Если вы не хотите с черной юбкой, потому что такое сразу все-таки сочетание... Ну вот, правда, получается немного на грани. Я бы, судя, надела бы джинсовую юбку, и с джинсовой юбкой было бы лучше. То есть если у нас есть некоторые сомнения, как сочетать кружево, как сочетать, например, корсеты, что-то такое очень, да, не вызывающее, но что-то очень противоречиво на грани. Всегда сочетаетесь с чем-то очень простым. С денимом, с выстиранным, с дырками, можно с трикотажиком тоже, с таким грубым. И тогда эта вещь сразу, мы ее гасим чуть-чуть, ее вот это настроение, ее активную энергию, если можно так сказать. Так что, да, друзья, такой совет. Но в целом, кстати, смотрится все равно классно. Я знаю, что и девочки, кто любит именно так одеваться, и женственно, и сексуально, но в то же время достаточно закрыто, я бы сказала. Все, друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор. Мне кажется, что я сделала огромное количество образов. И я очень рада, потому что в этот раз было из чего. И я надеюсь на ваши комментарии, что вам понравилось больше всего. Пишите, обязательно поддержите мой канал лайком, подпиской. Буду очень рада новым подписчикам, как всегда, друзья, за подписку отдельной обнимашки, как я это говорю. И будем встречаться с вами уже совсем скоро. Я сделаю видео про тренды. Опять-таки, я вам говорю про это в течение всего этого видео. Также мы будем продолжать говорить про осень, про верхнюю одежду, что мы носим, какие элементы, что будет актуально. Ну, в общем, все-все-все. Поэтому, друзья, до новых уже скорых встреч и до новых модных путешествий. Пока-пока.